Вот тогда добрый вечер всем, и очень рад вас видеть, и мы, как всегда, с молитвой приступаем с вами к нашей теме. Тема у нас получилась неопределенная, занятие для меня очень трудное, я стараюсь выбрать для вас самое интересное и самое актуальное. И хотел бы сегодня с вами поговорить о подходе к комментариям Торы, как можно смотреть на одни и те же предложения по-разному, и чтобы хотелось, чтобы мы видели, когда мы читаем Тору. Мне кажется, что это очень важно, потому что мы представляем себе, что изучение Тора, ты приблизился к тексту, ты его читаешь, и ты уже занят святым делом, это все правильно. Но, тем не менее, есть очень важные моменты, которые хотелось бы подчеркнуть для нашего времени, как стоит выбираться комментарии, как стоит смотреть на вещи. Но, прежде всего, может быть, до этой темы, я бы хотел с вами поговорить о, скажем, ну, если так можно сказать, о недельной главе, но это не совсем разговор о недельной главе, разговор необычный. И он, в принципе, включается в ту же тему, что я сказал, да, вот, отношение к комментарию. Только тут еще нужно добавить такой момент. Мне кажется, что относиться к Торе, к традиции с любовью можно только в том случае, если ты понимаешь, о чем идет речь. И вот последние главы, которые мы с вами читаем, глава Трума, ВТЦВ, да, это главы, посвященные, главы посвященные Мишкану, переносному храму, который был построен в пустыне. И у нас бесконечное описание деталей, да, вот, нужно сделать такие доски, перекинуть через них полок, и полок должен быть такой длины, да, и нужно сделать Ковчег Завета, и на Ковчеге Завета нужно поставить ангелов. Ковчег Завета нужно поместить в скрижале, и туда же нужно поместить свиток Торы. Должна быть Минура, Семисвечник, и должен быть стол для хлебов, и так далее, и так далее, и так далее. И, конечно, мы душой привязаны к этому тексту, и он нам дорог, но мне бы хотелось с вами сделать очень трудную вещь, попытаться немножко проникнуть смысл этого текста, смысл этого текста, так как мне кажется, что во всем всегда, и особенно в наше время, нужно искать смысл. Я сделал для вас и иллюстрации, давайте попробуем, посмотрим, в чем здесь, в чем здесь дело, есть ли какой-то ключ к этому тексту, раскрывающий его смысл, да, но прежде всего нужно напомнить, что Мишкан, переносной храм, он является по своей идее исправлением греха Золотого Тельца, да. И вот этот момент надо было бы нам как-то представить себе, как он исправляет грех Золотого Тельца, как его можно исправить, да. Есть моменты, о которых Тора не говорит напрямую, о которых Всевышний не говорит напрямую, он как бы стесняется, он готов тебе дать рисунок, чтобы ты посмотрел, и ты понял, и ты понял сам, только сам, не только, чтобы тебе кто-то, скажем, вбил в голову, да, а вот ты сам по движению своей души, чтобы ты понял этот момент. Значит, до греха Золотого Тельца идея Торы была такова, что дарование Торы должно быть настолько сильным, или, скажем, дать настолько сильный свет, чтобы каждый шатер был сам по себе храмом. Когда сделали Золотого Тельца, да, то этот свет, который должен был наполнить каждое жилище, превратить его в храм, он ушел, да, а вместо него был дан храм, в который можно прийти, и в который можно убедиться, что свет Всевышнего, божественное присутствие, пребывает в этом мире, оно не оторвано от этого мира, оно не совсем ушло, и не совсем оставило этот мир, да. Вот такой вводный момент. Теперь посмотрим, попробуем посмотреть с вами несколько подробнее. Берем с вами, закрываем все, что нам не нужно, и открываем исключительно то, что нам нужно. Да, я всегда очень с этим моментом трудно справляюсь. Все, она начинает бегать, не те файлы открываются, но все-таки, да, грех Золотого Тельца. В чем он, в чем он заключался, да. Здесь на этой иллюстрации мы можем представить, что он заключался в том, что сломались рамки все, да, и разнузнанное поведение и так далее, да. Но есть момент, который я хотел с вами обсудить, представить себе. Вот, да, как говорится в главе Китеса, да, что почему решили сделать Золотого Тельца, сказали, да, что человек этот в Маше, мы не знаем, что с ним стало, да, и идея такова, не знаем, что с ним стало, кто нас поведет дальше через пустыню. Очень просто, казалось бы, нужно было бы обратиться к Ааруну, да, и сказать, ты пророк, который известен еще, который известен еще из Египта, что ты пророк, да. Маше поднялся на гору, мы не знаем, что с ним стало, ты нас веди через пустыню, да. Как в армии, да, если, не дай бог, там, командир Жанин вышел из строя, обращается к кому-то, чтобы он принял на себя командование, да, а здесь какая-то совершенно другая идея, другая посылка, да. Ты, Аарон, сделай нам какой-то предмет, который нас поведет через пустыню, да. И мы, привыкнув к этому тексту, мы не задумываемся над сложностью, парадоксальностью ситуации. А ситуация, она очень-очень-очень важная, да, потому что эта посылка – сделай нам тельца, когда ты пророк, когда ты пророк, сделай нам тельца, это означает, что мы не хотим пророка. Мы хотим некоторый инструмент, который, да, господа, если можно, следите за микрофонами, если вы что-то хотите, хотите, вот я просто, да, окей, вот господин Лео, да, у вас, по-моему, открыт микрофон, вот, и, о, спасибо, вполне легитимно, что кто-то отвлекается на какие-то домашние дела, разговаривает с домашними, но только микрофон включайте, пожалуйста, только если есть что спросить, вопросы принимаются по ходу дела, в любой момент можете задавать вопросы, да. Теперь, представляем себе, да, что эта посылка сделала нам тельца, она эквивалентна, не нужен нам пророк. Нам нужен, да, пророк, человек, через которого разговаривает свыше с народом, да, такой сильнейший пророк, как Маше, и Аарон, да, чувствуется, что как бы из его горла, изнутри говорит Всевышний. Он просто, да, он просто инструмент, скажем, да, который передает волю Всевышнего совершенно в чистом виде, да, и, да, это, этот момент, да, это нам не нужно. Очень странно, но это та посылка, которая сопровождается на вея Израиля на протяжении всей истории, да. И пророк, пророчество, и присутствие пророка среди народа – это не такое простое дело, да. Оно очень обязывает, да, оно создает ощущение, что Всевышний повсюду, в том числе и в сердце человека. Он проникает повсюду, он присутствует везде, да, и он не только снаружи, во внешней природе, он внутри. У нас есть 139-й псалом, который нам рассказывает об ощущениях первого человека, об ощущении Адама, когда он сотворен, да. Поскольку царь Давид, писавший псалмы, он был пророком, то он мог, если так можно сказать, восстановить мысли, проникнуть в чувства тех людей, которые жили до этого, да, когда Всевышний ему это дает, Адам, Маше, он говорит, вот Адам, он говорит, это Маше. Тут же его мысли пересекаются с мыслями Адама и с мыслями Аше. Маше иногда трудно отделить, где Адам, где Давид, но это сейчас не важно для нас, да, а важно то, что 139-й псалом, он рассказывает об ощущениях Адама, когда он был сотворен. То, что его поразило, прежде всего, да, что он не понимает, где он, а где Всевышний. Как осуществляется свобода выбора, да, когда Всевышний знает все его мысли. раньше, чем он ляжет, Всевышний уже знает, что он ляжет. Раньше, чем он сядет, Всевышний уже знает, что он сядет. Адам пытается спрятаться, убежать от этого ощущения. И он говорит, полечу ли я быстрее утренней зари, и ты там. То есть я стараюсь лететь со скоростью света больше, чем скоростью света. И вот, одна рука твоя ведет меня, а другая рука твоя сдерживает, твоя рука впереди меня, даже если я лечу со скоростью света. Я пытаюсь скрыться в темноте, постелить где-то себе в самом-самом низу, в темном месте, быть там, прилечь там. И что? Я вижу, что ночь становится для меня светом. То есть я вижу твой свет, твое присутствие, которое пронизывает все, и даже в темноте мне нету от этого, мне нету от этого покоя, нету от этого спасения. Это ощущение человека, которое можно преодолеть только одним способом. Можно преодолеть только большой любовью ко Всевышнему. Вопрос свободы выбора, как мы знаем, нельзя решить научным образом. Это некоторый момент парадоксальный. Можно говорить, попытаться представить себе, но это сейчас как бы не наша задача. Но в любом случае, кому мешает свобода выбора, кому мешает непонимание свободы выбора, непонимание, где я, а где Всевышний, подспудное желание отделиться от Всевышнего, у кого присутствует? У того человека, у которого нету достаточной любви. Нету достаточной любви ко Всевышнему. Не проявляется достаточная любовь ко Всевышнему. Можно представить себе такой момент интересный, что в Торе есть намеки, и понятно, что есть этот уровень, который называется Рэмис, да, и вот Эгель, молодой бык, да, он однокоренное слово со словом Игуль, круг, да, и человек, то есть психологическое, скажем, психологический момент создания Золотого Тельца, это начертить круг, границу, до которой я опускаю Всевышнего, а дальше его нет, дальше я, да, потому что я не могу соотнестись, да, не могу соотнестись со Всевышним. Есть один выход, да, не спрашивать, кто я, а спрашивать, кто он, как мы с вами смотрели книгу Зогр на прошлом занятии, можно понять еще раз глубину этой посылки, да, что мысль человеческая, высокая, да, может быть, даже предел высоты этой мысли, это вопрос, кто он, да, а если ты спрашиваешь, да, если ты спрашиваешь, что, да, ма, да, и, как мы с вами говорили, Бекематрия Адам, можешь коверяться сколько хочешь, без вопроса, никто, он, без стремления ко Всевышнему, без стремления понять его и себя отодвинуть на задний план, ничего не получится, отношений по любви не будет, будет отношения только из страха, будет желание оставить Всевышнего снаружи, то, что, собственно, делают и то, что делают все идолопоклонники, чем отличается, скажем, если так можно сказать несколько схематически, обобщая, чем отличается иудаизм от этого поклонства, в иудаизме человек не ставит границы Всевышнему, в идолопоклонстве человек старается найти высшую силу вне себя, в природе. Он готов поклоняться любому жучку, любому паучку, движению ветра, волнам морским, морской паучине, чему угодно, склоняться, склоняться перед ними, говорить, что они выше, только, чтобы сохранить свое «я» и оставить высшее начало, как бы он его не понимал, вовне, за пределами себя. Вот это мысль, которую, может быть, нужно обдумать. И вообще, я бы хотел сказать, что многое из того, что мы с вами обсуждаем, оно требует самостоятельного дальнейшего обдумания и проникновения в эти моменты. Если мы с вами поняли проблему золотого тельца, то мы с вами попробуем сейчас, очень надеюсь, что у нас получится, понять идею храма, рисунок мешкана, переносного храма, который в пустыне, рисунок, который дал Всевышний, чтобы мы ушли от этого желания начертить круг, оставить Высшую силу вне себя, поклоняться, упаси Бог, тому, что вне нас. Вне нас. Представим себе, возьмем себе мешкан и попытаемся поговорить о нем. Сразу можно сказать, чему-то изображение получилось намного мельче, чем я себе представлял, и при увеличении оно несколько смазывается, но я надеюсь, что мы с вами справимся. и представим себе мешкан. Так как он описывается в наших главах, есть сам мешкан, есть здание, которое состоит из досок, и через которые перекинуты четыре полога, четыре полога-шатра, во дворе огороженном такой сеткой на столбах стоит большой жертвенник, на котором приносятся в жертву животные, но в чем опять же смысл всего? Мы с вами видим, здесь вот как бы на этом рисунке мы как бы сняли с вами пологи мешкана и заглядываем внутрь, мы видим, что мешкан разделен на святое помещение и святая святых, святая святых представляет собой треть от всего мешкана, две трети это святое помещение, в святая святых стоит ковчег союза, в котором положено торы, в котором положены скрижали, и на ковчеге, на его крышке два ангела, которые смотрят друг на друга, вот, мы здесь с вами видим золотые доски, покрытые золотом, доски сделаны из дерева шитим, что-то похожее на акацию, о свойствах этого дерева можно говорить долго само по себе интересно, но это не наша тема, сейчас, да, а святая святых отделена завесой от святого помещения, да, и в святом помещении мы с вами находим семисельщик минору, и находим стол для хлебов, стол, на котором располагаются 12 хлебов, и здесь немножко ближе к нам, здесь не попал сюда в рисунок, стоит жертвенник, золотой жертвенник для принесения воскурения, да, все очень хорошо, очень красиво, на каком-то подсознательном уровне греет душу, да, но давайте попробуем проникнуть смысл, да, с чего же мы скажем, да, попытаемся с вами, да, попытаемся с вами, да, пойти как бы изнутри, то, что и призывает нас сделать структура Мишкана, да, ковчег завета, да, то есть мы поняли, что идея золотого тельца была оставить, если так можно сказать, оставить Всевышнего снаружи, да, не избавиться от ощущения, что Всевышний повсюду, что он как бы, да, и душа человека, это свет Всевышнего, и Всевышний повсюду, и все пронизывает, и находится повсюду, и так далее, можно говорить любыми словами, любые слова не будут точными, но мы понимаем, о чем идет речь, не ограничивать Всевышнего, не отделять человека от Всевышнего, не оставлять Всевышнего во внешнем мире, и вот Всевышний весь рисунок Мешкана он говорит о том, что, да, что свет Всевышнего, скажем, присутствие Всевышнего, оно, если так можно сказать, опять же, образно говоря, распространяется изнутри. В центре, да, когда дается заповедь Мешкана, то Маше видит Мешкан, и Всевышний говорит ему, да, как все, что я покажу, и если при буквальном переводе, как покажу тебя, да, то есть Мешкан сам по себе Всевышний говорит, это образ человека, если хотите, образ пророка, да, свет Всевышнего, голос Всевышнего идет изнутри, не снаружи, он идет изнутри, внутри всего Тора, или, да, голос Всевышнего, да, или свет Всевышнего, там скрижали, там Тора, а внутри всего, изнутри идет голос Всевышнего, это Тора, Он начинает распространяться, и первое его проявление, главное его проявление – желание Всевышнего – это любовь. Высокая, большая, возвышенная любовь, которую символизируют ангелы. Вот это самое первое проявление, которое смотрит с любовью друг на друга. Изнутри идет голос Всевышнего, и первое проявление, которое он в мире находит или хочет найти – это любовь. Есть большая, огромная, сложная задача, если так можно сказать, чтобы голос Всевышнего, свет Всевышнего, божественное присутствие нашло абсолютно правильно, если так можно сказать, абсолютно адекватное, неискаженное отражение в мире. И у нас с вами Ковчег Завета. Он сделан здесь несколько иное изображение. Может, мне надо было взять другой рисунок, но это то, что есть на данный момент. Ковчег Завета, как вы видите, он, как говорит Тора, он обшит золотом снаружи и внутри. Но, когда мы начинаем подробнее приглядываться, так сказать, проникать в устную Тору, мы видим, что есть деревянный, так сказать, ящик. Соствует в нем золотой ящик, который накрывает его края, и снаружи также золотой ящик. И это имеет свой смысл. Смысл в том, заключается в том, что, как бы, желание Всевышнего, чтобы Тора, исходя, скажем, изнутри, из души человека, из сердца человека, не искажалось, когда она проходит, когда она проходит, входит в материальный мир, который сам по себе является миром скрытия. Несмотря на силу скрытия, несмотря, так сказать, на дерево, познание добра и зла, если так можно сказать, деревянную вот эту часть, чтобы свет чистый, похожий на чистое золото, нашел свое отражение во внешнем мире совершенно неискаженно. Это структура вот этого ковчега Завета, голос Всевышнего, свет Всевышнего. Тора идет, находит первое выражение, как любовь, и задача донести этот свет, распространить этот свет в неискаженном виде в мире. Это один момент. Теперь другой момент. Если мы смотрим с вами, посмотрим на пологи Мешкана, четыре полога Мешкана, вот здесь они изображены несколько сдвинутыми, чтобы было нам видно, на самом деле, конечно, они закрывают один другой, то мы видим, что первый полог, он сделан из пяти видов нитей, и у нас есть здесь белая нить, и голубая нить, и золотая нить, и черная нить. Они сплетаются все вместе и образуют рисунок ангелов с ликами животных, но это ангелы. Дальше у нас есть козья шерсть, черная, дальше у нас есть окрашенный в красный цвет оленьей кожи, и наверху у нас лежит шкура зверя Тахаша, который, говорят, что он водился в пустыне только в то время, и вот для того, чтобы можно было построить Мешкан, он сам по себе, его шкура, она разноцветная. О чем это рассказывает? Для того, чтобы представить себе, для того, чтобы представить себе, о чем здесь есть разговор, можно задаться вопросом, можно задаться вопросом, а где же, где же находятся небеса? И мы знаем, что в трактате Хагига наши мудрецы говорят, что небеса находятся всегда там, то есть они повсюду, они везде. Небеса отделяют духовный мир от материального, верхние воды – это духовный мир, даже по простому пониманию Торы нету другого понимания, как бы здесь, а нижний мир – это материальный мир, и небеса отделяют, они всегда там, то есть они рядом, но когда ты протягиваешь руку и хочешь ухватить, они оказываются в отдалении от тебя. И перегородка, ракия, небес, она находится повсюду. И мы с вами говорили, что у небес есть еще одно, скажем, определение, если так можно сказать, небеса, шамаем состоят из двух слов, эшу, майем – как бы соединение двух противоположностей, а там мы представляем себе, что и соединение всех противоположностей, огонь и вода, и мы представляем, что есть мир множественности, это материальное, есть мир духовный, где все соединено таким или образом, таким или иным образом, где нет противоречий. И тут Мишкан нам раскрывает еще один секрет. Он говорит нам, что небеса, они внутри. Если Мишкан – это образ человека, рисунок человека, а так к нему Медраши подходит и даже ищет какие-то соответствия в размерах Мишкана, росту первого человека, Адама и так далее, это совсем не обязательно как бы смотреть подробно, но главное, что есть такая идея. Но если Мишкан – это образ человека, то мы понимаем, что нам рассказывают о том, что небеса есть внутри человека, не только снаружи, но внутри. Внутри человека есть огромная, высокая духовность, которую он далеко не всегда осознает. Она остается у него часто на подсознательном уровне. есть та перегородка, которая отделяет его духовный мир от более такого материального мира, но она есть. Она есть внутри человека. То есть ты когда говоришь, что небеса там, это относится как бы и к исследованию внутреннего мира человека, не только снаружи, когда человек хочет ухватить, схватить рукой небеса, небеса не только там, а то же самое можно сказать о внутреннем мире человека. Есть духовный мир, который не отделен от человека, он наоборот составляет его внутреннюю глубинную часть. Дальше идет как некоторое скрытие, такое темное, темная шерсть. Дальше идет то, что можно представить себе как некоторое раскрытие духовности, которое пробивается через завесу материального, и оно пробивается как жизненные силы. И последнее, тахаш, как мы представляем себе, тахаш, слово близкое к слову, нахаш, змей, это дурное желание, которое есть в человеке, но которое он может превратить, увидеть его связь этого желания, своего дурного желания, или то, что воспринимается как дурное, увидеть его связь с внутренним своим миром и таким образом превратить его в положительное начало, в свет, который распространяется в мире. Это, как бы, скажем, тот рисунок, который хотел нам дать Всевышний, чтобы у нас увести от ложной идеи золотого тельца. Нужно сказать, что идея глобальная, совершенно глобальная, и, как мы с вами сказали, она, как бы, ставит так, указывает нам пальцем на отличие иудаизма от идолопоклонства. Почему нам не расписали все это таким каким-то явным образом? Я подозреваю, что для того, чтобы, да, человек приложил свои усилия и понял, потому что когда человек понимает сам, это для него родное, близкое, это его внутреннее, как бы, да, а так, если ему, как бы, да, все раскрыть, а он, скажем, для него это остается внешним знанием, то и не затрагивает это ни сердце, ни душу, и остается по-прежнему, есть, так можно сказать, во мне человек. Вот посмотрим еще несколько моментов, да. Я, конечно, мы берем с вами только глобальные какие-то вещи, если брать каждую и каждую деталь в отдельности, здесь можно найти и еще, и еще смысл, глубокий смысл. Вот, если бы мы сняли с вами два верхних покрытия, красные, красные ткани, красную кожу, или, точнее говоря, шкуру оленей, да, то мы бы увидели вот такой черный полок, который сзади свисает и закрывает, и здесь он по бокам свисает и закрывает до конца весь мешкан, да. Теперь, да, еще один шаг, и потом мы с вами остановимся, мы пытаемся обсудить то, что мы с вами, то, что мы с вами пытались разобрать, представить себе, да. Вот, в святом помещении, как мы с вами сказали, стоит минора, да, минора, минора, вот, и стоит у нас здесь с вами, вот, минора, листает только мне в одну сторону, я вторую стрелку не вижу, поэтому я возьму вот так, да, и стоит стол для хлебов, да. Что это за символы, да? Если святая святых – это символ, да, божественного света, божественного слова, божественного света, который распространяется через человека, через пророка, да, и в каждом человеке есть потенциал пророка, да, то мы с вами, скобка говоря, дополняя ту идею, которую мы сказали о золотом тельце, скажем, такой момент, да, что когда Маше спускается с горы, как вы помните, да, и внизу сделали золотого тельца, он разбивает скрижали, да, лицо его светится, и сыновья Израиля, которые все так или иначе оказались затронуты грехом золотого тельца в той или иной степени, все, может быть, по-разному, да, они не могут смотреть на лицо Маше. Маше опускает на лицо завесу, да, и для того, чтобы сыновья Израиля как бы не обижали от него, не шарахались от него, если так можно грубо сказать в таком нескольком выражении, воспользуя таким выражением, да, он опускает завесу, они не могут смотреть на него. Почему? Потому что, сделав золотого тельца, да, они как бы уничтожили или повредили в себе тот уровень сознания, который позволяет понять, что свет Всевышнего идет через душу человека, распространяется наружу, да, и у такого пророка, как Маше, который только что был на горе Сына и разговаривал лицом к лицу ко Всевышнему, он ощутим, он видим, да, их этот момент пугает, они его не могут выдержать, потому что, что не может выдержать человек? Он не может выдержать того, как бы, он не может быть выдержать, не выдержать, не может выдержать того, не знаю, как тут построить предложение, давайте так, какая проблема есть внутри него? То есть, если есть у него внутри определенная проблема, то проявление более чистого, более высокого вот этого аспекта в мире он не может выдержать, и он бежит от него. И вот поскольку люди отказались от этого момента, да, голоса Всевышнего через пророка, через человека, то им трудно смотреть на лицо в машине, могут, бегут, да, в качестве дополнения. Теперь представляем себе, да, что, представляем себе, что Арон Абрид, Ковчег Союза, мы представили себе, говорит о большом, огромном, великом свете Всевышнего, который идет, как бы распространяется изнутри, да. Аминожа рассказывает нам о свете, о свете души. Но свет души, да, он должен быть таким, чтобы воспринимать, скажем, да, свет более внешнего уровня души, если так можно сказать, да. Он должен быть таким, чтобы воспринимать более глубинный уровень души, да. Высокий свет Всевышнего, он дается, он идет. Дальше задача – воспринять его, ввести его в мир, да. Душа человека становится, как говорят в технике, в радиотехнике, в электронике, становится несущей, несущей волной для более высокого света, света Всевышнего, который обязательно идет и присутствует и раскрывается через свет души, да. И поэтому говорят, что цель зажигания миноры, которая стояла в святом помещении, заключалась в том, чтобы первосвященник, если так можно сказать, своим пониманием, усилием своей души, по-настоящему это мог сделать только Аарон, брат Маше. Дальше его сила, как бы, передавалась другим первосвященникам, но главный, как бы, момент – это его задача – зажечь минору так, чтобы она горела бесконечно. Чтобы через ее, через ее лампады, через ее лампады или, скажем, на ее лампады, если так можно сказать, накладывался свет бесконечности. Заповедь зажигания миноры, по-настоящему, как бы, по большому счету, настоящая заповедь заключалась в том, чтобы лампады миноры горели бесконечно. Есть заповедь зажечь. Это правильно, но, по идее, как мы видим, первосвященник, заходя в святое помещение вечером для того, чтобы зажечь минору, когда были сильные первосвященники, когда был первый храм, вплоть до Шимона Цадик, до праведника Шимона, который был первосвященником в начале периода второго храма, первосвященник заставал минору горящий. По крайней мере, две свечи ее, они продолжали гореть. Они так бы и горели. Бесконечно. У них была бесконечная сила горения. Если бы не было заповедь зажечь заново, но он не разжигал огонь, он зажигал от того огня, который горел. Поэтому, скажем, надо говориться так, что есть огромный, великий свет Всевышнего, и есть свет души, и задача света души – вести в мир, материальный мир, который не может, может быть, выдержать такой огромный, большой свет Всевышнего, который идет прямо изнутри, да, вести его, как несущая волна, нести большой, великий свет Всевышнего, чтобы он как бы накладывался на этот свет горения миноры, на огонь, который как бы ближе, ближе к человеку, на свечение, которое ближе к человеку. Вместе с ним приходил и великий свет невидимо, но приходил бы великий свет, дающий силу, дающий жизнь, дающий благословение, приходил бы в мир, да. Это задача миноры. Можно еще очень много говорить о каждой детали, почему семь лампад и так далее, да, но давайте сначала посмотрим все-таки крупными такими мазками, да. Минора стояла слева, да, при входе, когда священник входил, да, справа он видел, справа от себя он видел стол для хлебов. Вот, я вижу здесь телефон 955-532-084, и оттуда идет звук. Если можно, то этот звук хотелось бы прикрутить, да. Вот, окей, спасибо большое. Мы здесь видим сам стол, на него укладывались хлеба, на который укладывались хлеба. Хлеба были сделаны таким образом, мы можем догадаться несколько по их подставкам, да, 12 хлебов, что, когда ты заходишь и ты встречаешь, как бы, этот стол стоящим, он развернут для нас, что мы его видели, как бы, здесь, боком, да, а если священник, первый священник заходил, и священник заходил в мешкан или потом в храм, он видел, как бы, да, уложенные хлеба, стол стоял торцом, если так можно сказать, не боком, не длинной своей стороной, а короткой стороной стоял к нему, и эти хлеба называются лехи-мапанин, хлеб со сторонами, если так можно сказать, потому что хлеб нужно было выпить таким образом, чтобы он был, как, опять же, как в технике говорят, как тавр, да, то есть с, как бы, вынутой серединой. И это тоже символ, да, что в мире есть в человеке, есть не только духовная сторона, как менора, похожая, похожая на свечение меноры, есть в нем материальная часть, но материальная часть, она не должна закрывать видение, ты через этот хлеб, смотря, глядя через этот хлеб, ты видишь порохи, ты видишь завесу, которая отделяет святая святых, хлеб не сплошной, материя не сплошная, она необходима совершенно, да, в мире материальном, человек помечен материальный мир, чтобы он жив здесь и преобразовал его, Всевышнему не нужны ангелы, у него уже есть ангелы, то есть ему нужно, чтобы человек был ангелом, он живет в материальном мире, но материя не должна достанять от него духовность, как бы, да, ты должен, образ такой, что ты должен видеть насквозь, Насквозь, видишь насквозь, материя не заслоняет от тебя присутствие Всевышнего, которое ты осознаешь, может быть, ты не видишь его света, но ты видишь завесу, которая отделяет святых святых от тебя, и хлеб тебе ее не заслоняет, материальное начало не заслоняет. Здесь я, наверное, все-таки остановлюсь и спрошу у вас, что мы поняли и что мы не поняли. Пожалуйста, если я могу что-то пояснить, я буду очень рад. Если вы что-то поняли, тоже буду очень рад. А вот можно сказать, правильно ли я поняла, смысл в том, что если человек истинно верующий, он должен отпустить Всевышнего внутрь, он не должен от него отгораживаться, как идолопоконники стараются, что здесь ты будешь, а здесь это мое, ты ко мне не лезь. То есть смысл всего храма, все, что с ним связано, это именно в том, чтобы вот этот свет Всевышний, он проникал как бы внутрь материального мира, получается, путем каких-то вот этих символов, знаков, я так поняла, во всяком случае. Ну, вы очень правильно изложили идею. Я бы сказал, что то, что мы сейчас с вами смотрим, это не то, что путем каким-то он проникал бы. Возможно, можно здесь говорить о благословении, о путях распространения света из храма, обязательно нужно говорить. Но то, что сейчас хотелось подчеркнуть, это картина, рисунок, который человек должен понять. И как вы совершенно правильно сказали, главная задача – не оставить Всевышнего снаружи. Это можно сделать только одним способом, когда у тебя в душе есть любовь ко Всевышнему, потому что страх и служение, и страха, оно призывает человека инстинктивно отгородиться от него, оставить его как-то снаружи. Поэтому, значит, мешкан, он призывает тебя проникнуться любовью ко Всевышнему. Я просто разворачиваю ваши слова, пытаюсь как бы к ним что-то добавить. Вы, в принципе, все очень хорошо и правильно сформулировали, коротко. Я пытаюсь добавить как бы еще вот такой момент, что храм, ты смотришься на храм, на мешкан переносной, он призывает тебя к любви ко Всевышнему. Понять, что хорошо быть со Всевышним, и большая проблема обгораживаться от Всевышнего. Есть что-то еще спросить? Что-то хочется? Окей. Хорошо. Значит, тогда мы с вами закроем эту тему и возьмем несколько еще моментов. Только я просил бы, чтобы, скажем, да, все, что мы с вами обсудили, чтобы оно как-то не ушло, не кануло куда-то. Просто такие моменты, они обретают смысл, когда человек нагружает их каким-то собственным размышлением, так сказать, да, соотносит его со своим опытом, у каждого общий, у каждого личный, индивидуальный какой-то опыт, да, и поэтому такая информация, она имеет смысл только в том случае, если человек как бы пропускает ее через себя, берет идеи чужие, которые кто-то ему рассказал, да, скажем, чужие в том смысле, что они приходят к нему со стороны, и он пропускает это все через себя. Тогда это, скажем, имеет смысл. Если это просто прозвучало и потом забылось, то, к сожалению, это как бы, да, такая информация, она не рассчитана на такой подход, просто послушать и забыть, да, нужно подумать, пропустить через себя. Хорошо. Другой момент, скажем, связанный, но и в то же время отдельный, который я хотел бы с вами обсудить, да, это подход к комментарию Торы. В общем-то, скажем, то, что мы с вами сейчас сделали, я надеюсь, хотя бы более-менее успешно и понятно, да, это того же плана момент, да, перед нами текстуры, нужно его понять, сама по себе попытка понять, осмыслить, да, она уже раскрывает перед нами новое время, которое, как бы, да, если так можно сказать, требует от человека служения Всевышнему или даже не служения, а приближения ко Всевышнему по любви, да, в основном по любви, да, а не из страха, а по любви можно только в том случае, если ты есть смысл, да, так что, вот, делай так, делай так, у тебя есть вот это и вот это, это ты должен выучить и необязательно понять, это, как бы, ну, если так можно сказать, служение по обязанности. Оно тоже очень замечательно и прекрасно, но служение по любви – это поиск смысла, да, вот. Теперь несколько другой момент, скажем. Раузеев, можно один вопрос? Пожалуйста. Вот ковчег Завета, он трехслойный, металл, дерево, металл. Металл, да. Вот, такая структура часто повторяется в Торе, вплоть до, ну, и ковчега Ноя, он тоже трехслойный. Дерево в середине и пропитка, там, смола или чем он ее с двух сторон? С двух сторон, да. Да, значит, вот эта корзинка, в которой Маше плавал, когда его пустили, она тоже трехслойная. Есть ли какая-то символика вот в этом? Говорят, во-первых, говорят, что корзинка Маше, да, она не трехслойная, у нее нету зефит, нету прослойки из смолы или, может быть, да, зефит, как сказать по-русски. Смолы, скажем, да, у нее нету внутри, потому что Маше не должен был чувствовать запах не очень приятной вот этой пропитки, да, вот, она больше двуслойная. Но то, что вы подчеркиваете, это, скажем, то, что вы подчеркиваете, это момент близкий к тому, что мы обсуждали. Как ковчег Ноаха, так и корзинка Маше, да, они, как бы, близки, да, близки к идее Мишкана. Всевышний, как бы, есть, так можно, ковчег, он просто, как бы, свертывает весь мир, убирает в, если так можно сказать, внутрь, образно говоря, очень трудно подобрать здесь слова, да. Вот, убирает его внутрь, как бы, свертывает весь мир, когда во внешнем мире происходят какие-то события не очень, там, скажем, благоприятные, мягко говоря, да, и потом из вот этого свернутого мира в ковчега Тейва Ноаха разворачивается большой мир вовне. То есть, опять же, как бы, речь идет о мире таком внутри, что можно мир свернуть, как бы, так образно говоря, в одну точку и потом развернуть из мир. Примерно то же самое, идея несколько, может быть, другая, но примерно идея и с ковчегом, с корзинкой, скажем, Маше. Если мы помним с вами, что Маше, когда родился, он уже светился, от него исходил свет, наполнял комнату, вот, и также и когда дочь фараона открывает корзинку, которая, видимо, была закрыта крышкой сверху, открывает корзинку с Маше, она сразу видит свет, который исходит от этого ребенка. То есть, какие-то близкие параллели здесь просматриваются, да, но мне, опять же, с вами хотелось бы, чтобы мы ухватили, как бы, если так можно сказать, усвоили основную идею, вот, а разверткой ее можно, разверткой ее дальше можно заниматься бесконечно, да. Окей. Хорошо. Давайте попробуем сделать несколько еще шагов, да, вот, может быть, нужно было бы это сделать отдельной темой, не знаю, да, но попробуем с вами, да. Ну, условно, тема, которую я бы вам хотел предложить в продолжение, да, это тема Тора, Тора Земли Израиля. Многие говорят о Торе Земли Израиля, да, но нам бы надо было представить, и каждый понимает это по-своему. Один представляет, что от Вавилонского Талмуда нужно перейти к изучению Иерусалимского Талмуда, да, мне не кажется этим, это правильно, да, вот, что подмена одного другим не приведет к результату, да. Это нужно по-новому, другими глазами или, может быть, более внимательно посмотреть на ту традицию, которая у нас есть, на традиционные тексты, которые у нас есть, и увидеть то, что нам там нужно увидеть. То, что, в общем-то, и Раши, как бы, самый классический комментарий, он нам приоткрывает, раскрывает, говорит об этом, но мы часто это, мы часто это не замечаем, да, не доводим до своего сознания. Замена одной литературы другой ни к чему не приведет, да, у нас все есть, только нужно посмотреть другими глазами. Хочу напомнить вам, хотелось бы напомнить вам, что наши мудрецы говорят, что служанка на море, да, видела больше, чем видел пророк Ехискеэль, да, это очень важное замечание, которое нам раскрывает вот что, да, мы представляем себе, что сыновья Израиля переходят через море, да, им открываются, они достигают пророческого уровня, перед ними раскрываются не только волны моря, воды моря, но и раскрываются небеса, не возвышаются до пророческого уровня. Да, настолько, что многие, которые не готовы к восприятию пророчества, они говорят «зе и лиде, а на веку», они как бы показывают пальцем и говорят «вон, Всевышний», да, то есть пророческую картину воспринимают как, что можно показать пальцем, хорошо, допустим, так условно говоря, простимым эту ошибку, да, но они видят картины, подобные тем, которые видит пророк Ехискеэль, высокие пророческие картины, может быть, выше такого уровня и подробного уровня описания верхних миров, картины верхних миров не принимался ни один пророк, да, но что же можно, если служанка на море, самый простой человек на море, видит те же картины, которые видит пророк Ехискеэль, потому что вряд ли они видели что-то, нечто более подробное, чем пророк Ехискеэль, это как бы предел, граница, восприятие, да, то они видят то же самое, как же они видят больше, чем пророк Ехискеэль? Дело в том, что пророк Ехискеэль видел пророчество и видел будущее пророчество, и видел третий храм, но он умер в Вавилоне, да, не доздавшийся освобождения основея Израиля, возвращения из вавилонского плена. Служанка на море увидела, как утонули египтяне, колесницы египтяну тонули, и это ей дало почувствовать, подняло ее на уровень, на другого восприятия. Она увидела освобождение, она увидела освобождение сыновей Израиля, она увидела пророчество или божественное проявление, увидела в жизни, не отдаленные картины, а проявление в жизни, здесь, для нее, сейчас, да, не только на небе, но и на море. Поэтому и говорится, что служанка видела больше, чем пророк Ехискеэль. Пророк Ехискеэль видел только на небе, она видела на море, на земле, здесь, да, что проявляется божественное присутствие, которое спасает ее. И это рассказ о нас, это рассказ о нас с вами. Мы, те, кто живем в эпоху, когда Всевышний начал собирание рассеянных со всех стран, когда есть государство Израиль, когда была шестидневная война, мы видим с вами в каком-то смысле больше, чем все предыдущие поколения. Они великие, они огромные, но они не могли видеть то, что мы видим с вами. И поэтому это большая ошибка, думать, что нам нужно как-то вот упереться только в те комментарии, которые были 200-300 лет назад, и повторять то, что говорили мудрецы в то время. Более того, в их комментарии как-то все заложено для нашего, для того, чтобы у нас были подзорная труба, очки, бинокль, через которые мы можем увидеть действительность окружающую нас. Это заложено в всех комментариях, но мы не видим этого. Нам нужно увидеть. Нам нужно стать как та служанка, которая на море, которая видит больше, чем пророк Ехискеэль видел. Это наша обязанность, наше время. Попытаясь привести несколько, попытаясь несколько привести примеров, которые являются буквальной или не совсем буквальной иллюстрацией того, о чем я вам сказал сейчас, я попытался объяснить. Возьмем такой момент, очень интересный. Возьмем из книги Шмот, которую мы сейчас проходим. Несколько дней назад мы с вами читали начало книги Шмот, и там говорится, «Вот народ, сынови Израиля, многочисленнее и мощнее нас, и будет, если случится война, то присоединится он к нашим врагам, и будет воевать против нас, и поднимется из земли этой». Очень интересно. Если мы вспомним с вами, вспомним с вами Гемару, то она нам скажет, что поднимется из земли этой, это фараон говорит от себя, про себя. В каком плане? Что в древнем мире не было принято говорить плохое о самом себе, если хотел сказать, что там кто-то пойдет, оступится и сломает ногу. То есть, да, человек хотел сказать, если я пойду туда, я оступлюсь там и сломаю ногу, он говорил так. Он пойдет туда, он там сломает ногу, он там упадет. Он говорил в третьем лице про кого-то, или говорил про своих ненавистников, имея в виду, что это может случиться с ним, но как бы он не хотел это произносить вслух. И вот Гемару нам здесь говорит, что поднимется из земли этой, это фараон говорит в третьем лице. Он в третьем лице говорит про себя. Он боится, что сыновья Израиля, если будет война, они присоединятся и изгонят египтян из их земли. То есть, поднимется, это он, фараон, это его подданные, это египтяне поднимутся, будут вынуждены уйти из земли. А сыновья Израиля присоединятся к врагам, которые завоюют Египет. Посмотрите, что делает Раши. Я бы сказал, великий сионист, вот что он делает и что мы не замечаем. Он откладывает в сторону Гемару, которая отошла от простого смысла текста Торы, почему-то, может быть, потому что считали, что простой смысл сам по себе понятен, а мы еще дадим еще какой-то пласт. Отошли. Раши говорит, Раши комментирует так, «Поднимется из земли этой», пишет, «против нашей воли». Вот что говорит фараон. Он не говорит о том, что сыновья Израиля вынудят его и его подданных выйти из земли египетской. А он говорит о том, что сыновья Израиля, сыновья Израиля уйдут из земли египетской, поднимутся из земли египетской. Народ этот поднимется из земли египетской против нашей воли. В то время, когда мы хотим их удержать, в то время, когда мы хотим, чтобы они здесь были в стране, они составляют значительный процент населения страны. Они трудоспособные, рабочие и так далее, и по многим другим причинам. Но если будет война, они сбегут, воспользоваться ситуацией, и сбегут. Это величие Раши. Раши выписывает то, что сказала Гемара. Он говорит, то есть он подчеркивает простой смысл, что фараон боится то, что сыновья Израиля уйдут. Но вы подчеркиваете, пишет из Гемары, а мудрецы наши комментировали. Эти слова похожи на то, как человек хочет говорить плохое против себя и говорит плохое про других. С врагами нашими случится то-то и то-то. И фараон имел в виду, и поднимемся мы из земли, и они овладеют ей. Когда Раши говорит, что мудрецы наши комментировали, он, в общем-то, считает это не главным, второстепенно, он как бы возражает против такого комментария. Не то, что он правильный, но его не нужно приводить. Неправильный совсем, скажем, может быть, есть такая сторона, но его не нужно приводить, потому что более главный другой комментарий. Поднимется из земли этой. И здесь Раши, вопреки, так сказать, Гемаре, и в этом его величие, он дает нам понять огромный, великий, основополагающий момент. Дело в том, что мы здесь видим, что в книге Шмот, в первых ее страхах, так сказать, впервые сыновья Израиля называются народ сыновей Израиля. Появляется слово народ. Народ. Кто такой народ? Он должен быть народ, он должен быть чем-то объединен. Не только признаками какими-то он должен быть объединен, какой-то идеей, тогда он народ. А признаки, как говорит Медраж, что не меняли свои имена, не меняли свой язык, не меняли свои одежды. Если мы внимательно приглядимся к тексту Тора и к Медражиму, комментарии, мы увидим, что это было далеко не всегда. Далеко не все не меняли свои имена, потому что такие имена, как Аарон, Моше, Амрам, Пинхас, Мирьям, это египетские имена. Значит, не все, далеко не все не меняли свои имена. Если говорить об одеждах, у нас есть Медраж, что Иосиф приходит к Якову и приводит к нему своих внуков в египетских одеждах, и Яков не узнает и спрашивает, кто эти, потому что он никогда не видел в египетских одеждах, да, то есть они дома ходили по-другому. То есть мы видим, что не все сохранили одежды и уж, по крайней мере, так сказать, на людях ходили в одеждах египтян. И так далее. Язык тоже не все сохранили далеко. Обрезание, говорят, делали, тоже далеко не все делали. А что же было общего? Что же народ делал народом? Мы понимаем, из Раши, из текста Тори, из Раши, мы понимаем. Народом народ делала земля. Не та земля, которая у него была под ногами. Не та земля египетская, на которой они жили. Вот не та земля, которая забила каналами и была плодородной, и на берегах Нила особенно. А та земля, о которой они мечтали. Земля про отцов. То, что делало их народом, единым, это желание подняться и уйти из земли египетской. И фараон, который должен знать, о чем думает его население, значительная часть его населения, он это прекрасно знал. знал, в чем основная мечта сыновей Израиля, которые объединены этой мечтой и благодаря этой мечте становятся народом. Эта мечта встать, подняться и уйти из Египта. Во первой же ситуации они это сделали. И мы этот момент не замечаем, мы его пропускаем, мы пропускаем раши, мы останавливаемся чаще всего на том втором варианте, как я знаю по своему опыту изучения этих моментов в Ешиве и в школе. Мы останавливаемся в основном на этом моменте, что фараон сказал вот про себя в третьем лице. И пропускаем этот первый момент. А если даже его и не пропускаем, то мы не подчеркиваем его значение этого момента, которое видно, высвечивается, обретает вот такую полный свой объем, если так можно сказать, в наше время. Когда мы понимаем, какое значение имеет земля, как она объединяет народ, который превращает в общем-то людей в народ. Не язык. Одни говорят на идиш, другие говорят на латино, на третий, у третьих арабский язык является объединением, что угодно, народ делает народом стремление вернуться в землю Израиля. И об этом нам говорит Тора, и этот момент не следует нам как-то упускать и пропускать. Таких моментов множество, я просто вам даю пример какой-то, и для того, чтобы скажем, действительно начать новое время, проникнуться осознанием этого нового времени, нам нужно вот таким образом, скажем, присматриваться к своей традиции и ничего не менять, кроме одного, кроме того, чтобы прочитать основное, главное, да, и, может быть, на второй план это отодвинуть в менее, менее важное. сейчас мы сделаем так, я, а, вы не видели текста, наверное, да? Вот, я забыл, мне никто не напомнил, что текста не видно, давайте с вами так хотя бы бегло посмотрим, да, вот народ сыновей Израиля, многочисленные, и мощнее нас, говорит фараон, Раши, да, поднимется из этой земли, да, комментирует против нашей воли, а дальше он говорит, а мудрецы наши комментировали, эти слова похожи на то, как человек не хочет говорить плохое против себя и говорит плохое про других, с врагами нашими случится то-то и то-то и так далее, да, вот, этот момент мы с вами разобрали, да, теперь я возвращаюсь к нашему общему экрану, и у меня тот же вопрос, что вы хотите сказать, что вы хотите добавить, вот, и какие соображения, что хотите спросить. Окей, да, если нет вопросов, и если у вас есть силы, то мы возьмем еще один момент, касающийся также Торы, земли Израиля, нашего отношения к традиции. Несколько можно... Да, пожалуйста. Извините, пожалуйста, я по поводу устройства храма. Знаете, он напоминает мне устройство храма, напоминает схему божественного восприятия человеком. Мне храм сам напомнил человека. Ну, то есть, вот эта многослойность нашей оболочки и вот это расчищенное место внутри, вообще-то, нету такого нигде, вот что у нас. Ну, так мы же, я не знаю, есть ли или нет, но мы же, мы, безусловно, мы об этом говорили. Я очень рад, что вы отреагировали, может быть, даже через какое-то время, то есть, что-то... Ну, я просто думаю. Правильно. Очень хорошо. То, что я просил, и просил делать, не оставлять эту мысль, а думать, и обдумывать, ее, вот, вы совершенно правильно говорите, да, это модель, модель человека, да, модель человека. Здесь очень много, если мы представляем этот момент, да, что человек не должен, как бы, оставлять Всевышнего вовне, а должен искать его повсюду и использовать свою душу как минору, как инструмент раскрытия божественного присутствия, вот, и в нем, и во всем мире, да, здесь есть очень много, да, скажем, вот, если говорить, если говорить об Аврааме, да, то повеление, которое ему дано, лех-леха, иди себе, обычному переводе, но можно перевести иди к себе, и действительно есть такой смысл, да, что если ты хочешь раскрыть Всевышнего, то ты его должен раскрыть не только во внешнем мире, ты его должен раскрыть и в своей душе, или при помощи своей души, да, то есть этот момент, он такой обязательный, вы говорите о какой-то расчищенности, да, ну, может быть, да, безусловно, что здесь пространственные представления, они чисто условные, потому что мы, когда попадаемся, прикасаемся с духовным миром, вот, и в том числе, так сказать, и с духовным миром внутри нас, небесами внутри нас, да, то здесь пространственно, временные представления, они являются чисто условными, но если вы хотите так представить, что есть внутри какая-то расчищенная область, самая-самая глубинная внутренняя часть, она чистая, пожалуйста, я готов, как образ, как образ, нашим мышлением, я готов признать, что это совершенно правильно. Спасибо большое. Ну, хорошо, я тогда не буду поднимать еще одну тему, не буду поднимать еще одну тему, хочется что-то еще спросить, вот, ну, давайте, давайте попробуем сделать такой момент, да, вот, окей, я ни в коем случае, не, чтобы никто не подумал, я не противник хасидизма, и не противник ничего, я только за то, чтобы все пытаться осмыслить, да, и во всем, во всем увидеть, увидеть центральный момент, наше приближение ко Всевышнему, которое невозможно без нашего приближения и физического, и духовного к земле Израиля, и без приближения к храму, к моменту строительства храма, к идее храма, да, вот, без этого невозможно приближение ко Всевышнему, особенно наше время. Поэтому, говоря о торе земли Израиля, я бы хотел привести пример некоторых посылок, которые вольно или невольно у нас нас удаляют от идеи земли Израиля, оставляют где-то вне, возвращают в старый добрый мир, но, я бы сказал, совершенно несправедливо, потому что невозможно возвращаться в старый мир, мир Галута, мир изгнания, когда мы живем уже в совершенно другое время. В качестве примера я бы хотел привести вот такое возвращение в старый мир, хотел бы привести хасидскую историю. Это не значит, что хасидские истории плохие, это не значит, что из них ничего нельзя выучить, но есть момент, который иногда в них есть момент, который удаляет нас от земли Израиля. Рассказывается про Баальшем Това, который жил в Карпатских горах, как мы знаем, что однажды разбойники, которые обитают в этих местах, увидели необычные свойства Баальшем Това. И они предложили ему, да, вот, господин наш, мы знаем короткую дорогу, пройдя по которой через пещеры и подземные ходы можно добраться до Эриц с Раэль, если ты хочешь, мы покажем тебе дорогу. То есть разбойники почему-то говорят, что, понимают, что Баальшем Тову нужно было бы добраться до земли Израиля. Я бы сказал, что они улавливают основной момент, что любому еврею нужно добраться до земли Израиля, а мы знаем вот чудесный путь. Подумав, Беш согласился, Баальшем Тов согласился, вот, пройдя несколько километров они приблизились к глубокому озеру, наполненному водой, грязью, илом. Разбойники перебросили через него длинное бревно и опираясь на длинные костыли, на ходули, может быть, втыкаемые в почву, они перешли. Однако Баальшем Тов понял, что это место лезвия вращающегося меча. Он понял, что это место ему не перейти, лезвие вращающего меча, пускай будет любое другое препятствие, любыми словами можно обозначить, и повернул обратно, почувствовал большую угрозу для себя, но заметив, но заметив, не напрасно я здесь очутился. Ай, вот он на обратном пути увидел странную огромную жабу, и у него состоялся разговор с этой жабой, потому что в нее переселилась душа большого праведника, который совершил небольшую ошибку, потом еще другую ошибку, и в конце концов из-за своего дурного желания пришел к тому, что оставил основные заповеди Торы. и что же сделал большим тонов, если коротко рассказать, то он помолился за эту лягушку, лягушка жаба эта умерла, то есть душа ее вернулась своему источнику, и таким образом он понял большим том, что он здесь очутился не зря, молился за душу этого большого праздника, который оступился. Все хорошо, мы прочитали, мы остались с этим, но мне кажется, что это воздействует на наше подсознание, и надо было вывести в сознание осознанно проанализировать этот текст, для того, чтобы понять, что он нас отдаляет от идеи земли Израиля. То есть то, что я бы сказал, если бы я анализировал это как литературное произведение, я бы сказал, что начинается очень хорошо, разбойники знают, что еврею нужно быть землей Израиля, но потом оказывается, что земли Израиля нужно пройти через большую грязь, и эту грязь могут преодолеть только разбойники, а евреи, тем более, такой большой мудрец, как и Бальшентов, он пошел и вернулся обратно, и смысл того, чтобы он направился в землю Израиля, был в том, чтобы он произвел некоторые исправления для души, и что я должен отсюда понять, что не нужно быть землей Израиля, пока не справишься души, пока не соберешь все искры, эта идея, она далекая от Галахи, идея далекая от той действительности, которая нас окружает, нужно было бы устремиться всем в землю Израиля, это принесло благословение в весь мир, и произошло бы исправление, и не только одной души, а всего бы мира, во всем мире добавилась бы духовность, и исправились бы многие-многие вещи в мире. То есть этот рассказ мне рассказывает, что по каким-то причинам не нужно идти в землю Израиля, нужно оставаться в изгнании, нужно искать несчастные души, собирать искры, как говорят, никто не знает, что такое эти искры, каким-то образом, исправлять их, может быть, собирать, влиять на, оставаться и влиять на евреев, которые отдалились от Торы, гораздо лучше, собраться в земле Израиля, всем, кто хоть что-то понимает, у кого есть это чувство, стремление к земле Израиля, стремление к храму, привести в мир, если так можно сказать, такими словами, привести в мир, божественное присутствие, и тогда те, кто в изгнании, они почувствуют, так же, как и в 67-м году, во время войны 67-го года, что в мире что-то происходит, в мире есть огромный свет Всевышнего, и произойдет их движение в сторону земли Израиля, возвращение к своему народу, возвращение к земле, возвращение к идее храма, это старый спорт, который подчеркивается еще в Торе, храма, мы помним с вами, может быть, мы разбирали с вами, что есть две идеи, есть идея Иуды, есть идея Иосефа, идея Иуды, это, грубо говоря, раскрыть святые земли Израиля, может быть, построить храм, идея Иосефа, это оказаться в Египте, и повлиять на весь мир через Египет, через самую мощную державу. Идея Иосефа кончается тем, что он говорит, вынесите мои кости отсюда, этот Египет отвратителен ему настолько, что он не хочет произносить даже слово Египет, то есть идея Иосефа, она не состоялась, если так можно сказать, грубо говоря, это требовало, надо было бы разбирать подробно, ну, что делать, скажем, идея Иуды победила, Иуда стал царем, Иаков благословил в конце концов Иуду, несмотря на то, что он любил Иосефа, потому что идея Иуды с раскрытием божественного присутствия в земле Израиля, если так можно сказать, предоставить Всевышнему возможность исправлять мир, а не заниматься этим самим среди народов мира, эта идея давно как бы победила еще во времена Иакоба, и поэтому я совершенно не понимаю, зачем мне рассказывают, что великий мудрец пошел в Израиль, дошел до грязи и вернулся обратно. Опять я останавливаюсь, вот, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, я готов ответить. А может быть такая версия понятия, то есть историю, что, может быть, времени пришло еще, вот, может быть, я хотела как бы в оправдание сказать, может быть, такой смысл, что, ну, времени пришло возвращение в землю Израиля, поэтому вот великий мудрец повернул обратно, что как бы, ну, раскрытие, что какое-то раскрытие там, или там всех душ, всех еще он там не справил, все души, которые... Совершенно верно, вы совершенно правы, да, возникает только вопрос один, когда придет это время, и кто сказал, что оно не пришло, понимаете? Ну, раз он столкнулся, он с каким-то препятствием столкнулся, он понял, что, значит, его Бог не пускает туда, значит, ему там не пускает, потому что нечего, я так подумал. да, 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 я вас очень хорошо понимаю, я это тоже понял, что для того, чтобы попасть в Элисесраиль, в землю Израиля, нужно пройти через большую грязь. Наверное, но это не должно остановить, да, если, так что же, только разбойники могут попасть в Элисесраиль, это то, что я отсюда вижу, да, то, что я хочу подчеркнуть, да, что все, что вы говорите, это правильно, может быть, это так и так, да, это, ага, да, история, да, она нас призывает смотреть на мир не галахическими глазами, если так можно сказать, да, у Раф-Соловейчика есть книга, которая называется «Ижа Аллаха», «Человек Галахи», и он представляет себе, как человек, мудрец Торы, смотрит на мир галахическими глазами, глазами Галахи, да, это не значит, что он какой-то черствый там человек и так далее, он не умеет чувствовать, но, скажем, такой пласт, как видение галахи, он у него превалирует над многими-многими другими моментами, так вот, если говорить о галахе, да, что первое, галаха, галаха говорит нам то, что жить нужно в земле Израиля любому, в любое время, второй момент, галаха понимает, что человеку, может быть, трудно сняться с места и добраться до земли Израиля, потому что по дороге есть разбойники и пираты, да, это было раньше, не сейчас, можем занять скобках, и третий момент, да, третий момент, что есть признак, когда все должны подняться стеной, это когда земля Израиля цветет, цветет не только плоды, в ней есть условия для того, чтобы жить, да, и сегодня, когда фактически нету проблем у человека, у него нету опасности, у него нету, скажем, проблем с медициной, что он попадает в какую-то отсталую страну, и здесь есть опасность для его здоровья, да, он здесь не пропадет в земле Израиля, да, галаха обязывает его встать и подняться, для того, только для того, чтобы затуманить, галаху навести, как говорят, тень на плетень, можно рассказывать такие истории, нету такого галахического понятия, как собирать искры, понятие искра не появляется в галахе, ни в шухонарухе, ни в рамбаме, нигде, да, это, скажем, да, понятие совершенно не галахическое, да, вот, и, а мы не, мы стараемся, по крайней мере, жить по галахе, понимаете, и если мы не живем фантазиями, да, вот, если сказано в Торе, навяжи на руку свою, то мы говорим, что есть филин, который надо привязать на руку, да, можно понимать образно, что привязать на руку надо все свои действия сообразовывать с Торой, это, пожалуйста, комментарий, но буквальное, прямое понимание текста галахическое, оно обязательно должно присутствовать, навяжи свою, на руку свою, возьми и привяжи тфилин, можно спорить о том, какой тфилин, но никто не спорит о том, что нужно привязать на руку свою, а в хасидизме об отношении земли Израиля, к сожалению, очень давно, еще во времена Цемах Цедык, может быть, кто-то знает, да, появляется такое высказание, что земля Израиля, она в сердце, так тогда и тфилин в сердце, и все в сердце, и кашрут в сердце, понимаете, да, это надо знать, это проблема, которая нас окружает, да, есть хасидский разговор, есть не только хасидский разговор, который уводит нас от галахи и уводит нас от прямого исполнения нашей обязанности в это время, да, всем быть землей Израиля. Подняться стеной сразу, это изменит весь мир в лучшую сторону, это принесет в мир благословение, еще до того, как будет построен храм. Дальше эту идею я готов, пожалуйста, можно развивать ее через галаху и так далее, можно это показать. Поэтому все, что вы говорите, это правильно, может быть, не пришло время, может быть, нужно согреть искры, но все это сказки, а мы постараемся жить по галахе, потому что так можно придумать что угодно, что угодно, понимаете. окей, хорошо. Ладно, значит, мы тогда на этой ноте, мы с вами с вашего разрешения закроем наш форум, будем очень надеяться, что мы куда-то с вами продвинулись, любые вопросы принимаются, я постараюсь поставить вопросы в наш форум. Хорошо, да? Ладно, вот, мы тогда попросим Натана закрыть запись, если он еще с нами. нет.